Всем привет! Я Юра Садулин, корреспондент телеканала СТС Астрахань. Хорошие новости. Сегодня я хочу попробоваться акробатом в цирке. У тебя еще есть возможность придумать? Давай и не будем снимать проект со мной. Даже для тебя страшно стало. Давай лучше, если ты попробуешься у нас на роли клоуна или дрессировщика кошек. Кошечки такие. А давай. Ну, пойдем, найдем тебе наставника. Пошли. Пойдем? Вы с нами? Наставника нам долго искать не пришлось. Стоило всего лишь постучаться в гримерку Ксении Зубовой. Клоуна, чья доброта и открытость не позволили спрятаться от телекамеры и назойливых астраханцев. Встречайте. Эта яркая, задорная девушка с красными волосами и введет нас в тайны циркового закурися. Сама Ксения оказалась на арене цирка 12 лет назад. Я сначала училась в театральном училище. Это было очень-очень давно. Я все время не понимала, почему есть прикольное отделение, есть драматическое отделение, будто хорское отделение. А комического нет. У Ксении очень насыщенная клоунская программа. Пожалуй, одна из самых больших в стране. А ее слегка неуклюжая белоснежка заставляет хохотать весь зал. В этом номере вместе с ней на сцене появляется некое злобное существо. Это трансформированная старушка из сказки. Именно в этой роли и предстоит выступить Юре. Зрителю с трибуны кажется, что артисты на сцене как-то интуитивно чувствуют момент выхода и ухода. На самом деле между циркачами куча условных знаков. Каждое перемещение продумано чуть ли не по секундам. Ксения подробно объясняет ученику алгоритм его действий. Для тебя, как только я приезжала в левый боковой проход, для тебя это сигнал, чтобы ты спокойно выходил и встал в центре форганга, по стеночке ты там выходишь. Тебе не будет видно, потому что все внимание как бы сосредоточено и светом в манеже. Клоун – это прежде всего актер. И даже самый маленький выход уже игра, подчеркивает Ксения. Нужно это внутреннести, потому что когда… Почему нету смеха, когда выходит вот сейчас мой ассистент, потому что он внутренне, он внутренне, да, и он это делает чисто схематично. Юре предстоит не просто выйти на арену цирка в качестве ассистента-клоуна, а проиграть целую роль в образе старухи. Несмотря на то, что героя не будет видно из-под костюма, ему нужно каждым движением показать, что под длинным балахоном скрывается пожилая злодейка, иначе зритель не захочет верить. Смотри, давай попробуем побродить. Вот давай вот. Расслабь. Плечи, 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 плечи. Расслабь. Отлично. Все хорошо. Зарядка. Расслабься и не зажимайся. Давай. Пошли. Смотри на меня. Смотри на меня. Чуть-чуть тогда назад. Остановись, да. Я просто не знаю, куда... Голову. Ага. Ну ты бабушка. Ну ты всталенький, у тебя спина болит. Болит спина, а ты потрогай ее рукой. Ого. Вот. Вот. Все отлично. Остановись. Спина забавела. Я думаю, как раз если уже много тренировок будет, она уже привыкнет. Она уже болит, да? Да, да, да. Именно так и будет. Ты пошел. Ты прям говоришь, что я тебя взорвлю. Расслабься. Мои шесть, я взорвлю. Мои прелести. Ого. Да, да, да. Остановись. Оп. Ручку вверх. Тут самая, самая тяжесть. Ручку чуть-чуть вверх. 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 Яблочко будет вот здесь лежать. Оно самое, самое важное. Здесь центр тяжести. Сюда все смотрят. Вот. И здесь нужно не как бы рукой не шевелить, ничего. Вот. Сюда все смотрят. Ты ждешь. Я подошла. Взяла. Сделала реверанс. Ты разворачиваешься. Разворачиваешься. Сделала пакость. Знаю, что сделала пакость. О, отлично! Отлично! Отлично, отлично. Все получилось. На этом мы остановимся. Встретимся в следующий раз. Дальше будет сложнее. Потому что будет в костюме. О, привет! Сегодня Юра поучаствует в настоящей цирковой репетиции. Впервые не в качестве журналиста, а непосредственного ее участника. Жизнь в цирке бурлит и день, и ночь. Артисты постоянно что-то делают. Чинят костюмы, проверяют свой реквизит. И, конечно, репетируют. Отрабатывают, казалось бы, тысячу раз проделанные трюки. Одеваемся. Вот так Юра на глазах превращается из доброго журналиста в злую сказочную ведьму. Кстати, ритуал одевания для каждого артиста особенно дорог. Именно в этот момент входит в роль. Я похож на настоящую старую бабку, которая травит белоснежку. Не успел Юра выйти на арену, а у него уже появились первые фанатки. Но хватит расслабляться, пора за работу. Давай, начнем пока с... Подними чуть-чуть шапку, чтобы тебе легче было дышать. Да, вот так. А тут и в обморок упадет. Тоже издержки. Иди за кулисы и начинаем проходить. Как мы помним по предыдущему занятию, злая ведьма должна появиться на арене по определенному сигналу. И проделать свою функцию не схематично, а сыграть по-настоящему. Посмотрим, насколько молодой парень готов к этой роли. Когда я бегу с правого к левому, на середину, ты выходи, сразу выходи, не тормози. Вышел, застыл. Центр тяжести яблоко. Окей? Пам-пам. Пам-пам. Хей-хом. Хей-хо. 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 Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Парам-пам. Парам-парам. Побежала к левому. Центр. Быстрее, быстрее, быстрее выходи. Голову вверх подними, это неправильно ты выходишь. Да. Парам-пам-пам-пам. О, яблочко. Спасибо. О чем мы с тобой говорили? Голову не опускай, когда выходишь. Выходи быстрее, ты прям очень уж медленно. Ты, ты же, у тебя задача отравить меня. А ты выходишь, как будто гуляешь. Нет. Ты прям вот целенаправленно идешь, идешь меня отравить. Ух, яблочко. Вот, это самое вкусное. Ну, как бы, вот, ты при этом, при всем, ноги, бабушки. Немолодого парня, который... Нет. Нет. Бабушки. Да. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Стоп. Стоп. Ты смотришь на меня. Сам по себе ты не работаешь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, отлично, яблочко. Так, очень хорошо в центрах тяжести. Спасибо. Юра старается как может, однако у наставницы появляются то одни замечания, то другие. В какой момент, каким образом и на каком именно месте повернуться, Ксения учитывает каждый нюанс. Вот ты как молодой конь скачешь. Это не бабушка, это конь. Понимаешь, папка может. Может, может, но ей тяжело. Сгибай, сгибай колени, сгибай колени. Смотри. Ну, по сути, вот если ты согнул, и как бы, и ты бабушка, тебе тяжело вот так делать. А тебе реально тяжело. О, о, мельче, мельче. О, отличненько. Фан-клуб Юры тем временем растет. Похоже, после уроков от Ксении нашему герою стоит задуматься о карьере актера. Интересно, есть ли у циркачей свои премии, типа Оскара. Но не будем отвлекаться. С Юрой палил уже седьмой пот, зато Ксения, наконец, осталась довольна. Хорошо. Вот так, меленько, меленько. Но это лишь малая часть выступления. Во второй выход Юре предстоит сразиться с прекрасным принцем, зрителем из зала. Вот так это будет выглядеть на сцене. Под маской реальный ассистент Ксении. Но совсем скоро его, будем надеяться, заменит наш ученик клоуна. Легла на барьер, кричу. Пошел! И для тебя это сигнал. Нужно быстро бежать. Туда выражать. Туда. Понятно? Да, я понял. Все, хорошо. Идем за кольцом. Мне нужно, чтобы, когда ты бежишь на зрителя, мне нужно, чтобы ты не под себя вот так бил его. А мне нужно, чтобы это просмотрелось для большого цирка. Чтобы это было замахом. Больно? Нет. А, неожиданно. Вот. Это страшно. Пошел! Стойте. 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 Вот сюда встаньте. А почему ты поднял? А почему вообще? Что происходит? Юр, сцена не закончилась. Ты что расслабился? А вот это ты помнишь? Да. Стоп! Да. А! Бегом! Бегом! Нет, нет, нет. Юра, Юра, иди сюда. Иди сюда. Неправильно. Убегай, убегай. Ну, правильно, ты убегаешь. Мне нужно, чтобы ты сюда. Сюда, сюда, и уже прям побежал. Ну, не понятно. Да. Сколько нюансов в таком маленьком эпизоде. Оказывается, сыграть в номере клона ничуть не легче, чем в спектакле на сцене театра. Пошел! Стоп, стоп, стоп! Можно вот сюда? Ура! Бегом! Бегом! Отлично! Сверхи объясняет Ксения, каждое движение должно быть гротескнее. Палку надо держать выше, бежать по большой траектории, чтобы зрители смогли прочитать действия артиста с любой точки. Если же он будет мельтешить, то сразу же затеряется где-то на арене. Теперь все с самого начала. А мы на этом наших героев оставим. Им еще долго предстоит репетировать. Впереди настоящее испытание в настоящей цирковой программе. День воскресной программы. Зал полный. Все пришли смотреть на послушных танцующих слонов. И на замечательного клоуна, естественно. Каждый выход на арену для Ксении ответственный. Она, как никто другой, понимает. Зритель пришел за яркими, позитивными эмоциями. Мне кажется, это вот такая миссия. Я в наше очень невеселое время дарить людям радость. Хоть как-то, хоть как-то их тормошить и улыбаться заставлять. Например, за границей люди приходят отдыхать. Здесь они спокойно, они расслаблены. И они на всякую мелочь ерунгуальных, они начинают ржать. А наш зритель, он, конечно, погружен полностью в работу, в жизнь. И его очень сложно растормошить. Наш герой тем временем в гримерке. Обычно он привык находиться по ту сторону арены и вместе со зрителями наблюдать за артистами. А сегодня ему предстоит испытать оценивающие взгляды на себе. Юра, такой волнительный день. Ты впервые выйдешь прямо сейчас, через три минуты на цирковую арену. Я даже волосы в честь этого перекрасила. Я очень сильно волнуюсь. Первые выступления на цирковой арене. Несмотря на то, что мы практически каждый день репетировали, мне Ксюша дала совет, что главное просто в голове прокручивать в тот момент. Отключить все эмоции. И я думаю, что получится круто. А вы это посмотрите. Ну, удачи тебе. Давай беги. Зрители уже ждут. Спасибо. Слоны уже успели показать себя во всей красе и ушли под бурные овации. Боты-акробаты заставили публику понервничать. Не знаю, как у вас, а у меня всегда дух захватывает от вот таких номеров. Уже знакомых нам по репетиции ребят, кстати, в гриме и ярких костюмах совсем не узнать. Зато нашу родную Белоснежку мы теперь признаем всегда. Что ж, комментировать прекращаю. Смотрим. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Справился отлично. Была самая главная реакция. Вот это то, что нужно. Так что молодец. Не зря я его гоняла. Наставница осталась Юрой полностью довольна. Это радует. А самое главное, зрители подмены даже не заметили. Честно, было вообще замечательно. Все поставлено великолепно. Еще цирк великолепный. Очень понравилось. Очень артистично, весело, смешно, очень было. Вот так мы все дружно решили нашему герою в цирке быть. Красавчик. Нет, на самом деле вообще супер. Смешно вообще было, нет? Очень смешно. Я там ухохатывалась наверху. Ну, ты просто порадовал реально. Почему-то кроль такая маленькая. Ну, по технике безопасности, ну, вообще, как бы, мне нежелательно было находиться посторонним человеку от цирка. Но, как бы, для нас, для нашей программы сделали исключение. То есть ты почувствовал сопричастность к чему-то вот такому тайному и запрещенному? Да, я почувствовал себя настоящим, ну, практически настоящим цирковым артистом. И это не совсем легко, как кажется, когда люди сидят в зрительном зале и все смотрят. Это очень, во-первых, эмоционально, ты волнуешься перед этим. Во-вторых, маска, она, которая позволяет, ну, затрудняет дышать. Вот. И перебороть страх выйти перед зрителями и сыграть смешного. Ну, как Сюша уже говорила, проще заставить людей плакать, чем смеяться. Но я думаю, что у меня получилось. У тебя получилось, и я очень рада, что администраторы этой программы нам все-таки разрешили снять здесь передачу Пробы. Давай им скажем за это спасибо большое. Друзья, а вы ждите новые выпуски передачи Пробы, и они будут не менее захватывающими. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся в эфире телеканала СТС Астрахань. Давай пять.